Мне позвонила Татьяна, охранник Дома культуры, и сообщила, что Дом культуры захвачен другим ЧОП. Соответственно, я дала тут же команду нажимать кнопку СОВО, потому что у нас там есть обязательно тревожная кнопка. Я знала, что там находятся люди, то есть я посоветовала вывести лишних людей, если есть такая возможность. Наши, скажем так, ее коллеги поспешили ей на помощь, потому что у них у всех есть рации. И я прибыла в Дом культуры позднее, уже после того, как приехала полиция. То есть полицию мы тоже вызвали, естественно. И оказалось, что очень вольготно и очень хорошо себя чувствует в Доме культуры Жуков. Он ходил вместе с каким-то адвокатом, который издалека показывал корочку адвоката, не давая прочитать даже фамилиями отчества. Он утверждал, что он личный адвокат Жукова, личный адвокат некой охранной фирмы, которая зашла на территорию. И они вели себя вызывающе. Приехал начальник развилковского ГОМ. Вместе с ним пришел Извеков. Это начальник территориального отдела Картинский. И также другие люди из полиции. Они поднялись наверх и пытались выяснить у Жукова. Он сидел у себя в кабинете. Копавшись вокруг него, сидело очень много неизвестных мне лиц, которые говорили, что они сотрудники ЧОПа. Они пытались выяснить у него, что происходит. Он убеждал их, что все хорошо, что все в порядке вещей, так и должно быть. Но пока я уже в это не вмешалась. Я объяснила ситуацию, показала документы, что я являюсь руководителем Оздоровительный Центр. Это управляющая организация, которая отвечает за этот Дом культуры. В том числе, которая в случае какой-то опасности или в случае какого-то пожара может понести ответственность за все это дело. Дальше вступил в дело Жуков, который начал рассказывать, что он в своем праве. Он показывал некий договор, не давая в руки даже сотрудникам полиции этот договор. Он говорит, что он очень испугался за имущество, принадлежащее муниципальному учреждению. И поэтому принял решение в кратчайшие сроки нанять охранную фирму. Правда, когда сотрудники полиции задали вопросы, представьте, пожалуйста, нам эту охранную фирму. Они вызвали директора ЧОП, задали вопросы, есть ли у вас необходимые документы для того, чтобы вы приступали к охране имущества. Есть регламентированный законом список документов, копия лицензии, договоры на охранную деятельность, уведомления в лицензионный орган и так далее. Этих документов у него на руках не было. Он пообещал в течение часа привезти эти документы и отказался предъявлять мне как представителю управляющей организации. Сказал, что это исключительно личный договор, что это коммерческая тайна. Поэтому сошлись на том, что они предъявят эти документы сотрудникам полиции. После того, как сотрудники полиции проверят документы, они сообщат о том, что документы в порядке, если они в порядке. И тогда они могут приступать к своей деятельности. Сообщат, соответственно, собственнику и управляющей организации. До настоящего момента никто не звонил. Никакие документы предоставлены не были. На следующий день... То есть эти сотрудники по-прежнему остались сотрудники охранного предприятия. Для меня это неизвестные лица. Они остались в Доме культуры. Они никуда не выходили. То есть они там окопались. Они там ночевали, насколько мне стало известно. То есть они там принимали пищу и так далее. В договоре аренды, на которые ссылается Жуков и говорит, что у нас нет запрета на то, чтобы они наняли дополнительную охранную фирму. В договоре четко прописано, что они не имеют права предоставлять арендуемый объект для проживания. То есть, собственно, сейчас это общежитие, к сожалению. На следующий день мы вызвали сотрудников полиции. Приехали, можно сказать, те же сотрудники, которые уже знали о ситуации, знали об этом конфликте. Задали вопрос, были ли предоставлены документы. То есть они документы не видели. Они попытались опросить сотрудников ЧОП, который находился на территории. Сотрудники в большинстве своем отказывались давать объяснения только после того, как они надавили на начальника охранной фирмы. Только тогда уже получили какие-то размытые объяснения и хотя бы смогли установить их личности. Продолжение следует... Мы сейчас в договоре наше в學, но мы в течение пяти-рочек дней должны это уведомить. Договор у вас заключен с того числа? С которого у вас заключено заключение? Нет, с того числа? Нет, договор заключен. А с какого числа предложено заключение? Вчера? Дополнительное соглашение. Дополнительное соглашение. Дополнительное соглашение. Откуда я знаю, кто это такие люди? Как я могу его написать? Дополнительный список. И поелит сервис? Я в условиях отсутствия электричества. Другие документы, понимаете, сделать не могу. Я понимаю, но каким образом я должна определить этот список? Кто они такие? Потому что здесь я написала. И вы почитайте. Список сотрудников МБУК, Центр культуры, поселка Совхоза имени Ленина. Дополнительный список сотрудников МБУК, поселка. И чё принять сердце. Всё. Вот у вас дополнительный список. По большому счёту, я бы сделал общий список. И сотрудников у них в отпечатанном виде, красивом. Но мы ждали включения электричества вчера в 17.30. Звонили в МАЭК. В 19.30 звонили повторно на электричество включить. Но в течение суток электричество выключено. Поэтому у меня приготовить общий список. Красивый. По форме с картинками. Как вы хотите. Не знаю, в какой форме. То, что вы могли сделать. На коленке, по сути, да? Подключился. И это максимально возможное, что я могу для вас остановить. То есть вы считаете, что ЧОП и ЛИЦ-СИНВЕС замечательно подходят под пункт договора, где вы осуществляете культурную деятельность в соответствии с МАЭК. Да, я так полагаю. Okey. Хорошо. Еще Goten П Barn Когда Донбасс В 18.30 jan Danger 10.30. Учитывая компmetros, слабая когости.